Большой информационный блок стартует на Интере, уже традиционно вечер пятницы с вами провожу я, Алексей Лихман. Впереди у нас черное зеркало, а пока начинаем с подробностей этого дня. Свобода для Краснова. Почему громкие обвинения не помешали главе корпуса АЗОВ выйти на волю? Цена пятен на мантии. Какой залог назначили подозреваемому во взяточничестве члену Высшего Совета Юстиции? Взрывоопасное заседание. Кто угрожал минами Николаевскому облсовету? Подозреваемый в государственной измене, терроризме и сотрудничестве с российскими спецслужбами может шагать по стране с высоко поднятой головой. Судьи сегодня выписали вольную руководителю общественной организации АЗОВ Крым Станиславу Краснову. Почему и что думают по этому поводу правоохранители? Узнавали наши корреспонденты. Станислава Краснова отпустили сегодня ночью. У него истек срок содержания под стражей, установленный судом. Другой меры пресечения подозреваемому в терроризме и госизмене АЗОВцу не избрали. Мы попытались узнать в генпрокуратуре, как получилось, что человека, подозреваемого в столь серьезных преступлениях, отпустили на свободу, но ответа пока не получили. А вот в СБУ убеждены, Краснов однозначно виновен. Почему суд так поступил? Задайте это вопрос суду. Почему Бориспельский суд не продолжил термин держания под вартою гражданину Краснову, у которого вылечено 30 кг гексогена противов, который планировал серию терактов. И на мое глубокое переконание, вина Краснова доведена. Станислава Краснова и его жену Марию Шелест задержали 28 февраля этого года в Киевской области. Как утверждает в СБУ после закладки тайника, в схроне нашли взрывчатку, противопехотные мины, гранаты и детонаторы для взрывных устройств. Кроме того, изъяли видеозапись регистратора машины Краснова. По информации СБУ, один из руководителей Азова сотрудничал с российскими спецслужбами и готовил серию терактов в Киеве. В телефоне Азовца нашли запись разговора якобы с куратором из российского ГРУ Константином Голосковым. По словам адвокатов, сейчас Краснов дома вместе со своей подругой Марией Шелест, которая находится под домашним арестом. На следующее заседание суда 3 октября пообещал прийти, но уточняет, если позволит здоровье. Андрей Кровец, Юрий Красновский. Подробности в телеканал Интер. Еще одно неоднозначное решение Фемиды. Павла Гречковского, члена высшего совета юстиции, которого подозревают во взяточничестве, отпустили под залог. Такое решение вчера вечером вынес Печерский райсуд столицы. А сегодня генпрокуратура провела обыски дома у Гречковского. Что нашли в ГПУ не говорят, но адвокаты уверяют, что ничего. Защитники считают, дело сфабриковано, доказательств нет. В то же время в ГПУ сегодня обнародовали видеопоказания посредника Гречковского, арбитражного управляющего Минюста, которого задержали на горячем. По данным следствия, он должен был передать первую часть взятки своему патрону в 150 тысяч долларов. Вот что он рассказал. Я в свою очередь с проханием допомогти, при этом пытаясь вернулся до Гречковского Павла Николаевича. И обещал допомогти. По данным правильным гонораром, то есть оплата, которую нужно было в Минюстер, на которую он сказал, это 150 тысяч долларов США. По этапам 150 тысяч долларов, это первая инстанция, 150 тысяч труба и 200 тысяч больше, чем остальных. Казанные деньги были переданы сегодня мне адвокатом. И я должен был их передать Гречковскому. Напомню, вчера Печерский суд столицы отпустил Гречковского под залог в 3 миллиона 700 тысяч гривен. Хотя ГПУ требовало для него ареста или залога в 13 миллионов гривен. Но свобода ему далась по сути, как стоимость часов, которые носит член высшего совета юстиции. Под крики гоньба в Кропивницком апелляционном суде оправдали судью Кировского райсуда Алексея Галагана, который пьяным убегал на своем внедорожнике от полицейских. Инцидент произошел в конце июля этого года. Результаты экспертизы, показания свидетелей, видео с нагрудных камер полицейских подтвердили то, что судья был пьян и пытался бежать от правоохранителей. Суд первой инстанции вину Галагана признал и оштрафовал. Но вот апелляционный закрыл глаза на все доказательства и оправдал его. Елена Брынза об избирательной слепоте Фемиды. Пьяного судью Кировского райсуда Алексея Галагана патрульные остановили в конце июля этого года. Из-за того, что не работала подсветка номерных знаков. После предложения пройти тест на алкоголь водитель закрылся в машине и рванул с места, едва не покалечив командира полицейских. Беглеца догнали возле его дома. На судью надели наручники, доставили в наркодиспансер. Там экспертиза показала, содержание алкоголя в крови превышено в 4 раза. Состояние судей под градусом подтвердили и свидетели. Сам Галаган же свою вину упорно отрицал. В начале месяца Кировоградский райсуд признал Галагана виновным в вождении в нетрезвом состоянии и неповиновении сотрудникам полиции. Судью оштрафовали на 3400 гривен. Галаган подал апелляцию. Сам на ее рассмотрение не явился. Судья Людмила Ткаченко дело изучала недолго. Проведя полчаса в совещательной комнате, засчитала решение. Проведение в справе про административное правопорушение не может быть распечатано. А распечатано подходит закрытию в случае отсутствия склада административного правопорушения. Окончательное решение считают уже под всеобщее возмущение и крики «Ганьба». Цена законной силы негайно и остаточное оскаржение не подходит. Зрозумела постановку? Другое заседание закончено. Ганьба, гражданский суд, это не судья, это договорняки. Простые договорняки. Это договорняки, простые, не суд был. Все видели, как он был в состоянии, свидетельствовали. Но когда думали, что пьяный был, вы договорились. Выносит судья такие решения. Судья разъезжают пьяными, за кормом. Что это может за правосудие? Активисты требуют объяснения руководства апелляционного суда. Это еще вчера было все написано. И все сделано. Вы дограетесь, что просто-напросто будут делать самосуды. Вы понимаете, это или нет? Потому что суд у нас нет. Что вы хотите от меня? Вы не захотите. Решение апелляционного суда оспорить нельзя. И это может сыграть не последнюю роль в суде над самими полицейскими, на который в прокуратуру пожаловался галаган после своего задержания. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер, Кропивницкий. Генпрокуратура совместно с Нацполицией задержала заместителя председателя по земельным вопросам Днепропетровской райадминистрации. И депутата местного райсовета. Чиновники задержаны при получении взятки 16 тысяч долларов за содействие в выделении земельных участков общей площадью более 80 гектаров. Правоохранители зафиксировали факт вымогательства и получение этой неправомерной выгоды. В Николаеве сегодня произошла потасовка на сессии областного совета. Депутаты потребовали отправить в отставку замглавы облсовета Михаила Соколова. Его фамилия фигурировала в документах коррупционного дела Романчука, первого замгубернатора, который попался на взятки 90 тысяч долларов. Все подробности расскажет Кирилл Ющишин. Сегодняшняя сессия областного совета без преувеличения жизненно важная для Николаева. Город на пороге коммунальной катастрофы. Сотрудники теплокоммунэнерго, которые обеспечивают областной центр теплом, уже четвертый месяц не получают зарплату. Нет на предприятии и средств на материалы для ремонта теплосетей. Коммунальщики предупредили, если деньги не выплатят немедленно, с понедельника начнут бастовать. Есть право законы на забастовку, и они с понедельника могут прекратить выполнять работу. Если сегодня не принимают деньги по заработной плате, они, естественно, с понедельника сказали, останавливаем работу. Но для депутатов этот вопрос оказался неглавным. С самого утра в зал внесли предложение отправить в отставку первого заместителя председателя облсовета Михаила Соколова. Первый вопрос о поднятии недоверия Михаилу Соколову, снятии его с должности, обязательно поставить этот вопрос в самом начале. Фамилия Соколова фигурирует в материалах коррупционного дела Романчука, скандального замгубернатора, обладателя золотых погребов, который в начале лета попался на взятки в 90 тысяч долларов. Тогда в сеть выложили оперативные материалы, там черным по белому написано, что Соколов был одним из главных фигурантов коррупционной схемы. Но Соколова никто не задержал. Сейчас этот документ почему-то засекречен. Депутата, который сегодня поднял вопрос о его отставке, помощник Соколова пытался силой вытолкать с трибуны. Я понимаю, что есть элемент политической расправы. У меня никаких возражений нет. Я считаю, что если кто-то из депутатов, и тем более одна треть настаивают на вынесение, давайте проголосуем, нет проблем. Вопрос отставки Соколова сначала нужно было внести в повестку дня. Депутаты голосовали четыре раза. То система электронного голосования дала сбой, то счетная комиссия ошиблась. В результате после тайного голосования Соколову вырезали недоверие. 39 депутатов и отправили в отставку. На все это депутаты потратили целый день. И только в конце сессии вернулись к главному вопросу – долгам перед тепловиками. Депутаты все же выделили деньги. Чуть больше 6 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплатам. Хотя уже в сентябре общий долг составил 8 миллионов 200 тысяч. И отопительный сезон под угрозой срыва тепловики откровенно признались – к зиме они не готовы. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал «Интер», Николаев. Скандал в Одессе. Во время уличных беспорядков полиция задержала радикального гастролера из Киева. Чем он известен и какой шум поднял в отделении – об Одесском переполохе далее в сюжете. Который день под стенами Одесского горсовета – акция протеста против мэра. Который день здесь собирается с десяток людей. Недалеко от здания – одинокая палатка антитрухановского Майдана. На днях активисты хотели разбить еще одну, но им не позволили. Сегодня приехала группа поддержки. В числе ее и Алексей Середюк, представитель Всеукраинского союза ветеранов АТО. Вместе с товарищами снова хотел поставить палатку на Думской площади. Прямо у входа в горсовет. Муниципальная охрана помешала. И завязалась потасовка. Тихо! Все тихо! За хулиганство и неповиновение полиции Середюка задержали. Надели наручники. Но в райотделе, говорят правоохранители, он вел себя буйно. Ударил головой патрульного в лицо, сломал ему нос. Сейчас же, конечно, будет приниматься решение по нанесению телесных повреждений сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей. Середюк, в свою очередь, уверяет, это его избили полицейские. Сначала в машине начали бить, а потом, когда мы вышли с машины, дальше давай оскорблять. Середюка отправили в больницу, но никаких телесных повреждений врачи не нашли. И вернули его в райотдел. Позже выпустили. Интересно, что вместе с Середюком палатку устанавливали и другие гастролеры-атошники из Полтавской области. Они приехали в Одессу в среду. Подозрительный автобус задержали проверить документы у пассажиров. Приезжие возмутились. Эти люди, участники боевых действий, они приехали ко мне. Мы готовим там открытие центра реабилитации. Но оказалось, что ни в какой центр они не поехали, а направились на Думскую площадь устанавливать палатку. Что касается Середюка, то это не единственная его гастрольная поездка. Вот он руководит действиями группы прикрытия во время поджога нашего офиса в Киеве. На следующий день засветился во время блокирования главного офиса Интера. А вообще биография Середюка богатая. Воевал на Донбассе, до этого был членом партии «Братство», политсилы с неоднозначной репутацией. Ее лидер Дмитрий Корчинский. Именно «Братчики» были организаторами беспорядков на Банковой 1 декабря 2013 года. Среди них и Середюк. «Братство! Братство!» За несколько лет до этих событий «Братство» активно сотрудничало с Евразийским союзом молодежи, прокремлевской организацией, призывавшей к федерализации страны и истреблению украинцев на Донбассе. Сейчас в Одессе против Середюка начали уголовное производство. В понедельник он должен явиться к следователю. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Услышав о задержании Середюка в Одессе, праведным гневом почти сразу воспылал одиозный Илья Кива. Напомню, советник главы МВД и Любимчик Авакова, благодаря которому, собственно, и сделал головокружительную карьеру в правоохранительных органах. Но карьеру стремительно ушли Киву после многочисленных скандалов. Так вот, на своей странице в Фейсбуке Кива назвал Середюка «побратимом» и «героем», а полицейских здесь я процитирую. Опричниками грузинской мафии в полицейских погонах. Интересная деталь. Кроме Середюка, в деле о поджоге нашей телестудии засветился и сам Кива. Не исключено, что нынешняя одесская история и такое вот заступничество Кивы – часть запутанной многоходовки. А вот что касается дела о поджоге нашего телекомплекса, то от МВД вот уже третью неделю никакого ответа ни о ходе следствия, ни о подозреваемых. Отдувалась сегодня глава нацполиции. На вопрос нашего корреспондента, когда же виновные будут найдены, а дело расследовано, Хатия Деканаидзе сообщила следующее. Мы назначили около 12 экспертиз по ходу расследования дел. И когда закончится экспертиза, к сожалению, после пожара, я неоднократно сказала, что после пожара у нас нам было, и экспертам было очень сложно, чтобы взять тот материал, который нам надо. Как только будут реальные результаты расследования, я обязательно лично вам сообщу, особенно телеканалу. Это очень важно. Если здесь какие-то и будут промежуточные результаты, то я тоже вам лично сообщу. Напомню, 4 сентября в 16.30 были совершены поджог здания и вооруженное нападение на компанию Национальной информационной системы. Журналисты публиковали записи камер наблюдения, где четко видно, как нападающие, действуя организованными группами, совершали поджог на телеканале. Пострадали наши сотрудники. Мы своими силами идентифицировали участников поджога, но никаких подвижек со стороны силовиков нет. Нечем похвастаться полиции и в расследовании еще одного громкого дела. Убийство журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в конце июля прямо в центре столицы, в машине по пути на работу. В Залильном пока новости нет. Преступление очень масштабное. И масштабное не в отношении тому, что он был выдающийся журналистом. Я бы и не исключала то, что очень много наших врагов, например, заинтересованы то, что у нас пошатать в стране ситуацию. В Одессе суд избрал меру пресечения руководителю городской организации оппозиционного блока Александру Орлову. Напомню, прокуратура подозревает его в организации массовых беспорядков 19 февраля 2014 года, когда Орлов был вице-губернатором Одесской области. Сегодня Приморский райсуд постановил взять Орлова под стражу сроком на два месяца с правом внесения залога в сумме 8 миллионов 600 тысяч гривен. В оппоблоке говорят, что будут собирать деньги, однако указывают, сумма неадекватно завышена. То, что произошло 19 февраля, уже могли власти давным-давно расследовать. А на сегодняшний момент это однозначно похоже на политические преследования. Политическим давлением называет свое задержание сам Александр Орлов и напоминает, что ровно год назад он уже давал показания по поводу событий 19 февраля 2014. Это политический заказ. Нас уже таким способом пытаются не допустить во власть. Напомню, накануне генпрокурор Юрий Луценко также заявил, что будет добиваться снятия депутатской неприкосновенности с нардепа-оппозиционера Николая Скорика, который зимой 2014 года руководил Одесской областью. В оппоблоке уже назвали это политической расправой. Тут, кстати, уже менее чем через час узнаем, что думает сам Скорика. Происходящим мы позвали его в студию Черного зеркала. О Скорике сегодня говорили и в Верховной Раде, забыв даже о бюджете. Активно обсуждали парламентарии также вчерашнюю драку Владимира Парасюка и Александра Вилкула на одном из телеканалов. А еще слушали отчет правительства. Все подробности этого парламентского дня у Ирины Романовой. В кулуарах перед началом заседания только и разговоров, что о вчерашней стычке двух нардепов. Не фракционного Парасюка и оппозиционного Вилкула. Случилось это на одном из телеканалов, в эфире которого нардепы засели словесную перепалку, а после эфира сошлись в рукопашной. Парасюк на этом не успокоился, досталось и автомобилю Вилкула. После очередного рукоприкладства Парасюк снова стал звездой Ютуба и парламентских кулуаров. Александра Вилкула сегодня в Раде нет. Но его коллеги по фракции уже подготовили заявление в полицию, генпрокуратуру и регламентный комитет. Все действия, которые вчера происходили, попадают однозначно под уголовную ответственность со стороны депутата Парасюка. 346-я – это угроза жизни политическому деятельности, 129-я – угроза убийством. В центре внимания сегодня еще два нардепа. Оппозиционер Николай Скорик и депутат от БПП Алексей Гончаренко. Не успел генпрокурор объявить, что будет просить Раду лишить Скорика депутатской неприкосновенности, как добрый земляк с утра пораньше преподнес ему сухари. Я ему положил на рабочее место, чтобы он помнил о том, к чему приближается. Основной целью было спровоцировать меня на какие-то действия нехорошие. Я бы постарался сдержаться, потому что я считаю, что это зал парламента, здание парламента. И уподобляться таким депутатам, как Поросюк, которые, если им что-то не нравится, пускают в ходу руки, я считаю, что это неправильно. Работали нардепы сегодня недолго. Выслушали отчеты вице-премьера Вячеслава Кириленко, презентовавшего законопроект об ограничении доступа к книге из России, и вице-премьера Иваны Климпуш-Ценсадзе, призвавшего депутатов активнее принимать евроинтеграционные законы. И задали несколько вопросов премьеру. Фронтовики все о своем одиозном и неоднократно похороненном законе о спецконфискации. Сегодня мы не видим ни особенных усилий уряду, ни особенных усилий этой зали, с точки зрения того, чтобы вкраденные Януковичем деньги смогли наконец-то работать на украинскую армию и на украинский народ. Чи необходимы украинскому уряду и украинскому народу эти деньги? Уряд абсолютно четко высловил свою позицию, проголосовавши и внесши проект закону о спецконфискации в стену украинского парламента. Зберите, проведите рабочую нараду. Интересовались нардепы еще, не будет ли сорван отопительный сезон. У нас под загрозой начальника опаливального сезона. Сегодня никаких объективных причин взрыва опаливального сезона нет. И если кто-то не способен в качестве и в частности поднотавливать, не смотря на проблемы, которые есть, свои места или районы, или областей до опаливального сезона, он просто будет покарен за это. Отчитавшись перед парламентом, премьеры-министры уходят, пустеет и сессионный зал. В кулуарах подводят итоги второй пленарной недели. Очень мало законов было, которые действительно касаются реальных нужд людей. Центральный вопрос был, конечно, презентация бюджета. Мы готовим альтернативные предложения. И до 1 октября по Конституции они будут направлены в правительство. Впрочем, к обсуждению бюджета нардепы вернутся только с 4 октября. На следующей неделе у них встреча с избирателями вокруг. Ирина Романова, Алла Матюшок, Екатерина Лысенко. Подробности телеканал Интер. И бюджетные страсти не развалят ли они коалицию. И все вопросы, связанные с законом о спецконфискации, обсудим уже совсем скоро в программе «Черное зеркало». Старт 21.00, напоминаю. Так называемые неравнодушные активисты и патриоты взялись теперь за главу нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Сегодня в Киеве появились листовки за подписью активистов некой организации «Витсич». В них сообщается, мол, Артеменко объявлен в розыск. Не понравилось неравнодушным гражданам и то, что он якобы способствовал продлению лицензии телеканалу «Интер». Никак не отреагировали на эту кампанию в нацполиции. Сам Юрий Артеменко предпочитает просто не обращать внимания на нападки анонимных активистов. Я не собираюсь подавать в полицию. Хотя в их действиях есть как минимум нарушение двух статьй уголовного кодекса. Это давление на члены национального совета. И второе – присвоение в себе пункции правоохранительных органов. Поэтому я думаю, что на этом основании самая национальная полиция может возбудить уголовные дела. Дискутировать с людьми, которым нечего делать, я не собираюсь. Нидерланды не смогут сорвать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Документ будет действовать вне зависимости от того, ратифицируют его голландцы или нет. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Горин в комментарии одному из украинских телеканалов. Посол подчеркнул, вопросами ратификации занимается парламент, а не правительство, как ранее сообщали СМИ. А слова премьера страны Марка Рютте, по мнению Горина, неверно истолковали. Рютте имел в виду, что пока не может сделать какое-либо заявление по поводу ратификации, потому что он сторонник Украины. Его стратегическая цель – это реализация соглашения. Украине очень тяжело согласиться на особый статус Донбасса. Об этом выступая в Совете международных отношений в Нью-Йорке, заявил американский вице-президент. Джо Байден отметил, это все равно, что Вашингтону согласится на спецстатус Техаса. Существуют две части договоренности – со стороны Украины и со стороны России. Москва должна гарантировать безопасность. От Киева ждут политических решений. Несколько пунктов очень сложные для принятия. Энергетическую часть Украина уже выполнила. Когда Вы говорите, что Донбасс должен получить специальный статус и собираетесь изменить Конституцию, это то же самое, что сказать. Знаете, от Техасу нужен особый статус, потому что мы хотим, чтобы Мексика имела сильное влияние в этом штате. И мы собираемся протолкнуть этот вопрос в Конгрессе. Поэтому предстоит трудное решение. Существуют действительно жесткие меры, которые должны быть приняты. И я думаю, Украина сделает это. Украинские дипломаты, комментируя этот месседж Байдена, пояснили Интеру, что речь идет о готовности страны к расширению полномочий Донбасса только на определенных условиях. Украина уже сделала кроки. И в парламенте, Вы знаете, принятое много важных документов, в том числе про особенности местного самовырядувания в Донецкой и Луганской областях, першочитивание Конституции, изменение Конституции. Это все есть. Где выведение войск, где закрытие кордона, где освободение всех полоненных, заручников. Не можно так делать, что, можно сказать, есть буфет, вы из одного блюда не вынимаете, которое вам понравится, а все другое не хотите использовать. Адреса восьми пыточных застенков на оккупированной территории опубликовали в Службе безопасности Украины. Шесть из них в Донецкой области, еще два в Луганской. Сотрудники СБУ уже собрали больше ста свидетельств бывших пленников, которым удалось оттуда вырваться. Сейчас их свидетельства о жутких пытках боевиков собирают для открытия уголовного производства. Попадали в камеры военнослужащие украинской армии, бойцы добровольческих батальонов, волонтеры, журналисты и даже священники. Подошел чувак, жирный, по кличке Монгол, в очках такой парень. Ну и прострелил мне сначала одну ногу. Я все равно поднялся и сказал на колени становиться анюхом. Он мне прострелил вторую ногу. Щомесячно мы будем собирать свидетельства всех тех, кто прошел через страждание, у кого на спинах вырезаны три зубы, в кого плоскоупцами поламаны фаланги на пальцах рук. Священие тех, кто прошел через страшные вещи. И это, я наголошу, имеет стать в перспективе выроком для тех, кто это делал. Обмена пленными в ближайшее время не будет. Все дело в списке из 600 человек, освобождение которых требуют боевики. Об этом в Днепре сегодня заявил Леонид Кучма, где вручал премии студентам. По его словам, в перечне много недостоверных данных, которые нужно тщательно проверять. Что же касается минских договоренностей, то Кучма уверен, отвод войска только в трех точках, в Золотом Петровском и Станице Луганской, всего лишь попытка установить мир. Таких квадратов, которые нужно, как минимум хотя бы 50, на трех сделать спробу показать, что мы, если договоримся, то выполним. То есть сделать серьезный крок до мира. Потому что если у нас ничего не станет, будут продолжать стрелять, то можно поднять руки и сказать, что мы ничего, цими перемогами не договорились. Ну все снова взяли слово, что будут выполнены, но мы 10 раз уже договорились и 10 раз не выполнили. Поставки военной техники, боеприпасов и горючего боевикам террористических ДНР, ЛНР зафиксировала украинская разведка. С территории России были заведены 15 танков, 18 грузовиков с боеприпасами. Информацию эту подтверждают и на передовой. В районе оккупированного Дебальцево побывала наш военный корреспондент Ирина Баглай. Следы сегодняшнего обстрела. Какой калибр? 12,7. Позиции боевиков видно невооруженным взглядом. За время перемирия они активно укрепились, даже технику использовали. А вот армейцам под такими обстрелами пришлось все делать вручную. Вот этот камень песчаный. И мы долбим его. Руками? Вот кайло. Это основной инструмент. Другого выхода нет, техника сюда не заедет. Инженерная техника противника уехала. Ее место заняла другая. Прошлой ночью было заведено 9 КАМАЗов тентованных. Чуть не было видно, что это был личный состав. Понятно, что это была их не ротация. На сколько я знаю, тут стягиваются великие силы. Там несколько тысяч человек, там много танков, какие-то штурмовые подразделы. Завезли и новые боеприпасы. Командир показывает хвостовик от недавно разорвавшейся мины. Это видно новые разработки их. То есть у нас на Украине таких нету. А что-то видно, что алюминий у хвостовик 120-го. Ну, 120-й мины. Облегченный вариант, возможно, повышает дальность. О перемирии бойцы слышали из новостей. Но опытные готовятся к войне. С гордостью демонстрируют свой блиндаж. Все по инструкции. В три наката выдержит артобстрел противника. Кулибин владеет восточными единоборствами. Но до ближнего боя с врагом дело не доходило. Диверсионные группы пытаются прорываться. Хотя ближе, чем на 300 метров, подходить не удается. Так они настолько не подходят, чтобы вступить в ближний бой. Так мы с удовольствием. На улице уже готовится обед. Василию в армии пришлось освоить профессию повара. Украинские голубцы с рисом, с паршем, морковь, цибулька. Все приправы, как положено. Уже подготовлена у нас капуста. Продуктов, говорят, хватает. Вот только информации недостаточно. Памятки. И пусть про участников. Надо что-то читать, правильно? Библиотеки нету, поэтому читаем то, что есть. Козеты лучше, чтобы новости взять. Большинство на передовой уже контрактники. Идут очень много тех, кто был в правом секторе, кто был в ОУН, кто был в Карпатской Сече, с 93-й бригады. Бывают случаи, что люди там идут с каких-то таких мотивов, корысловиками, мы таких веселаем. Командир объясняет, люди обстрелянные, надежные, к наступлению противника, всегда готовы. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Смертельный градус. В Харьковской области массовое отравление суррогатным алкоголем. Ценовое уравнение. Чем обернется отмена госрегулирования стоимости социальных продуктов? В Харьковской области 11 человек отравились суррогатным алкоголем и умерли. Еще четверо сейчас находятся в больницах. Все они жители небольших сел в разных районах области. Водку покупали на разлив в местных магазинах, причем втрое дешевле, чем спиртное с акцизными марками. Хозяйку торговых точек уже задержали. Где брала поддельный алкоголь, женщина не говорит. Грозит ей до 10 лет тюрьмы. Правоохранители ищут, куда еще могли отправить суррогат. Останутся ли на полках социальные продукты. Кабмин с 1 октября отменяет госрегулирование цен. Пока на три месяца в рамках пилотного проекта. Чего ждут от такого шага в правительстве и чем это может обернуться для украинцев? Мнение собирала Анна Каменева. Хлеб, крупы, макароны, молочка, яйца, мясо. Эти продукты входят в перечень социальных, на которые распространяется госрегулирование. То есть государство разрешает производителям и торговым сетям ставить наценку на эти товары максимум 15%. С октября такой максимум убирают. Люди негодуют и так еле сводят концы с концами. Раньше цены, как бы сказать, везде одинаковые были, стабильные. В любом магазине одна и та же цена, куда бы ни пошел. А сейчас в одном магазине такая цена, в другом такая. И везде по-разному. Кто как хочет. А сейчас вообще, наверное, будет беспредел какой-то. Вот, например, у меня 1200 пенсий, как я могу? И за квартиру. Батона не хватает уже. Вот так я на хлеб, на молоко, и все. Ну и хлебчик зараз подорожал. Батон, если я брала по 7,75, теперь 8 на 25 копеек. Али там 25, там 25. Оно сказывается, чувствуется, особенно пенсионерам. В Минэкономике уверяют, отмену государственного надзора никто не почувствует. Система уже давно не работает так, как надо. Производители научились ее обходить. К примеру, делают молоко не 2,5% жирности, а 2,6%. И этот товар уже не подпадает под категорию социальных. Своё решение в Кабмине объясняют борьбой с коррупцией и бюрократией. И настаивают, из-за отмены цены на соцпродукты не вырастут. Аналитика показывает, что там, где эти цены регулируются, они выше, чем в тех областях, где цены не регулируются. Я считаю, что это одна еще была кормушка для коррупционных чиновников, которые ходили по мережам и только делали то, чтобы вымогать из них хабарей. Если будут какие-то взросления, это только от того, что будут, возможно, сезонные колебания. Экономисты уверены в винном. Трошки цены пойдут в гору. Взросление будет незначным. Почему? Потому что попит очень слабкий. У людей нет денег. И поэтому, думаю, найдешевший хлеб, найдешевшее молоко, но может взросли максимум на 10-15%. Для бедных людей это будет подорожжение, и даже сутевое подорожжение. В Минэкономике успокаивают. За злоупотреблениями торговых сетей будет следить антимонопольный комитет. Никуда не уходит антимонопольное законодательство, которое регулирует и монополистов. В некоторых случаях, например, это хлебные предприятия, которые крупные в регионах. Или продолжает регулироваться вопросы ценового сговора. У нас антимонопольный комитет. Он просто не выполняет те функции, которые на него должны возлагаться после данной отмены постановления кабинета министров. Некоторые сети рады тому, что они сейчас действительно могут отпустить и поставить на цену в 30-40%. Пока что цены отпускают вольное плавание на 3 месяца. В это время будут мониторить ситуацию на рынке, и окончательное решение отменить, оставить или ограничить перечень регулируемых государством продуктов обещают принять до февраля. А пока украинцам, видимо, придется надеяться на добросовестность предпринимателей, или, как в Пвесте, искать по всему городу, где купить дешевле. Анна Каменева, Ольга Паломарюк, Никита Исайко, подробности, телеканал Интер. Во Львове снова отличились патрульные. На этот раз они сбили женщину прямо на пешеходном переходе. Видеоинцидента выложили свидетели в социальной группе «Моя нова полиция Львив». Женщина не пострадала, во всяком случае от вызова скорая отказалась. Свои вины полицейские не признают. Утверждают, светофор не работал, автомобиль выполнял поворот с включенными габаритами и проблесковыми маячками. Патрульный начинает рух. В тот момент, с правой стороны, выходит женщина автоматически перед самым автомобилем. Там четко видно, что женщина не рухалась там пів метра. Метр перед автомобилем. Подрались не на шутку. В Киеве утром водитель джипа избил полицейского. Правоохранитель остановил внедорожник, который двигался по полосе для общественного транспорта. И попросил предъявить документы. Что произошло далее? У водителя и полицейского разные версии. Но в результате оба получили травмы. По данным некоторых СМИ, у полицейского водителя джипа отнял табельное оружие. Напарница пострадавшего копа не смогла задержать нападавшего. Догнал его другой экипаж патрульных. Водителя попросили выйти из автомобиля, на что он отказывался. Его попытались оттуда извлечь. В итоге водитель нанес удар полицейскому в область лица. В следствии чего образовалось обильное кровотечение. И полицейский был госпитализирован. Водитель Паджеро был задержан. Почему произошел конфликт? Непрофессиональности патрульных. А что предшествовало? Почему остановили вас? Уехал по полосе общественного транспорта. Остановили, остановились. Вместо того, чтобы выписать просто постановление об уплате штрафа. Полицейский начал бить. С кого нужно брать пример нашим полицейским, так это со школьников из Березани. За героический поступок сегодня их наградили премьер-министр Владимир Гройсман и глава нацполиции Хатия Деканаидзе. Ребята, неделю назад голыми руками задержались сбежавшего из Криворожской колонии заключенного. Преступник зашел в Березани в местный магазин, связал продавщицу скотчем и забрал из кассы 7 тысяч гривен и продуктов на 4 тысячи с лишним. Подозрительного покупателя на улице заметили мальчишки. Выследили его, а потом с ребятами постарше связались с какалками и вызвали полицию. Я думаю, что вся Украина гордится тем, что действительно эти хлопцы благодаря им действительно споймали злодия, споймали вора-рецидивиста, потому что еще 5 минут, и он действительно будет их. Единый госреестр юридических и физических лиц не работал почти два дня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил замминистра юстиции Сергей Петухов. Всему виной, по его словам, хакерские атаки на сайт, где размещаются данные. Мы обратились за комментариями, не пострадала ли за это время база данных компаний и предпринимателей. В госпредприятии Национальной информационной системы, которая обслуживает единый реестр, заверили, что сайт не взломан. На камеру с нами общаться сегодня отказались, но по телефону заверили. В компетентные органы обратились, а систему восстановили своими силами. Утечка куда крупнее, коснулась сразу полумиллиарда пользователей. Жертвами хакерской атаки стали все, кто имеет аккаунт в американской компании Yahoo. Это третий по величине в США почтовый провайдер. Какую информацию украли, в каких целях ее могут использовать и чем это грозит пользователям? Оксана Кундеренко разбиралась. Если у вас есть почтовый ящик Yahoo, то вас, скорее всего, взломали. Хакерам известны ваше имя, дата рождения, номера телефонов и пароли от электронной почты. Хоть банковские данные не раскрыли, на том спасибо. Только потому, что в руки неизвестным не попал номер вашей кредитной карты или счета, не значит, что ничего страшного не произошло. Ведь раскрыты все данные о ваших друзьях, личная переписка, бизнес-контакты. Утечка произошла целых два года назад, и компания все это время молчала. Якобы проводила расследование. Тем временем данные клиентов активно продавали на черном электронном рынке. Yahoo утверждает, что у хакеров была господдержка, но молчит, из какой именно страны она исходила. Наверняка не самой дружелюбно настроенной по отношению к США. Лучшие хакеры в мире, российские, доказано на практике. Команда «Нарядные медведи» Давича взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства. А теперь, возможно, и сотрудников Белого дома. В сеть слили копию паспорта Мишель Обамы и данные о поездках Хиллари Клинтона и Джо Байдена. В Вашингтоне инцидент расследуют на самом высшем уровне. Помогает ФБР и Яху, всем пользователям которого настоятельно рекомендуют сменить пароль от аккаунта. А если он совпадает с паролями на других сайтах, тоже сменить. Ну и желательно обеспечить многоступенчатую защиту. Например, контрольные вопросы или СМС-сообщения с подтверждениями. А еще быть максимально бдительными, раз сами компании не могут защитить своих клиентов. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности телеканал «Интер». Угроза нависла и над Германией, причем вовсе не виртуальная. Речь идет о немецких правых популистах. Как радикальная нацистская партия оказалась в фаворитах у избирателей? И почему у экспертов нет сомнений в том, что она пройдет в Бундестаг? Расскажет Татьяна Лагунова. 16% свежие соцопросы однозначны. Если бы парламентские выборы в стране состоялись сейчас, альтернатива для Германии не только бы прошла в Бундестаг, но и стала бы третьей по численности партии в парламенте. Популярность правых популистов растет, несмотря на громкие скандалы с участием этих политиков. А скандалы происходят с таким завидным постоянством, что уже стали визитной карточкой альтернативщиков. Только на этой неделе разгорелись целых два. Первый в земле Саар немецкие журналисты выяснили. Лидер АФД в этом регионе продает в своем антикварном магазине нацистскую символику времен Второй мировой войны. В магазине Рольфа Мюллера можно приобрести ордена со свастикой и банкноты, которые ходили в нацистских анцлагерях. Информация журналистов заинтересовала правоохранительные органы. Прокуратура земли Саар проверяет, не нарушил ли политик антиквар закон. Второй скандал разгорелся в столице. Не успела альтернатива для Германии на местных выборах пройти в Берлинский Сенат, как ей пришлось исключить одного из новоизбранных депутатов из рядов партии. Кай Нерстхаймер отличился тем, что на своей странице в социальных сетях обзывал беженцев нечистью и паразитами и восхвалял период нацизма. До парламентских выборов еще год, но в том, что альтернативой для Германии в Бундестаг попадет, эксперты практически не сомневаются. На волнение, довольство миграционным курсом Ангелы Меркель. А это значит, что немецкую политику будут сотрясать новые скандалы. И уже не местного, а общенационального масштаба. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Запрет абортов, безо всяких исключений, и уголовная ответственность для тех, кто причастен к досрочному прерыванию беременности. Такие нормы вскоре могут начать действовать в Польше. Семь принял соответствующий законопроект в первом чтении. Дальше законопроект направят в Комитет справедливости и прав человека. Вместе с тем на рассмотрении депутатов находился еще один вариант закона, более либеральный. Документ разрешает прерывание беременности в сроке до 12 недель и отсутствие уголовной ответственности. Но его сразу же отклонили. Голосование в Семьи проходило на фоне митингов, как в поддержку запрета абортов, так и за свободный выбор женщин. Какие рекорды устанавливают английские ведьмы? Об этом и не только в подборке самых интересных новостей со всего мира. Шестилетний малыш преподнес человечеству урок. Так президент Обама прокомментировал поступок маленького американца, написавшего ему письмо. Алекс попросил разрешить его семье усыновить сирийского мальчика из Алеппо, фотографии которого облетели весь мир. Американский малыш обещал поделиться с ним своими игрушками и познакомить с друзьями в школе. Одна против троих. В дом, где ночевала хрупкая работница ресторана в американском штате Джорджия, ворвались три злоумышленника. У каждого в руках был пистолет. Скорее всего, незваные гости заявились в поисках налички, говорит полиция. Но девушка не растерялась и начала стрелять первой из собственного оружия. Преступники бросились прочь. Один на троне не скончался, двоих ищет полиция. Девушку ни в чем не обвиняют. Она осуществила право на защиту жизни и имущества. Марку Гофри и на Паралимпиаду не надо. Он устанавливает свой собственный рекорд каждый день. Рожденный без рук, он больше всего на свете хотел стать музыкантом. И вот теперь великолепные мелодии на гитаре исходят из-под пальцев его ног. Это уже второй инструмент, на котором играет Марк. В детстве родители посоветовали ему тромбон. Но истинной любовью музыканта оказалась гитара. Китайскую журналистку отстранили от работы за аксессуары. Во время интервью она была в солнцезащитных очках и держала зонтик. Этот образ противоречил виду добровольцев, которые помогали устранять последствия разрушительного тайфуна Миранти в городе Сямынь. Многие пользователи интернета сочли вид журналистки высокомерным. А руководство телеканала назвало такое поведение непрофессиональным. Судьи лишили мирового рекорда ведьму. Побить рекорд для книги Гиннесса в лондонском марафоне англичанка Никола Нутали решила, чтобы собрать денег для больных с синдромом Альцгеймера. Костюм ведьмы женщина согласовала с судьями перед забегом. Но на сам марафон платье укоротило, чтобы легче было бежать 40 километров. Результат в 3,5 часа поразил многих. Но судьи не устроили манипуляции с платьем, и они дисквалифицировали бегунью. Суды английской ведьме не помогли. Но позже ей все же удалось собрать деньги для больных. Это все подробности этого дня, но я с вами не прощаюсь. После небольшой паузы встречаемся в студии Черного зеркала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова